Казахстанские сенаторы нашли способ отремонтировать ТЭЦ, не повышая тарифы на электроэнергию. Всемирный банк предупредил о потерянном десятилетии для экономики, а тенге тем временем укрепляется. Об этом подробнее в ближайшие несколько минут. С вами Ергали Рамазанула. Рост мировой экономики может замедлиться до минимума за 30 лет, предупредил Всемирный банк. Организация отметила, что этот прогноз может стать более мрачным, если разразится еще один глобальный финансовый кризис. Почти все экономические факторы, которые обеспечивали прогрессы и процветание в течение последних трех десятилетий, теряют силу, отмечают авторы исследования. В результате темпы роста мирового ВВП, как ожидается, снизятся примерно на треть и составят чуть более 2% в год. Для мировой экономики формируются потерянные десятилетия. Продолжающееся замедление роста имеет серьезные последствия для решения широкого спектра проблем, таких как укоренившаяся бедность, расхождение в доходах и изменение климата. Однако это снижение можно обратить спять с помощью политики, которая поощряет труд и способствует повышению производительности. Можно ли отремонтировать проблемные ТЭЦ, не повышая тарифы на электроэнергию для населения? Сенаторы считают, что можно. Они предлагают вернуть структуру электроэнергетики, действовавшую до 2004 года. В тот период в этой сфере было меньше посредников, а именно энергоснабжающих и энергопередающих организаций. Депутаты убеждены, что сокращение их количества удешевит производство электроэнергии. Сэкономленные деньги предлагают направить на ремонт ТЭЦ, не повышая при этом тарифы. Отмечу, ранее в Минэнерго сообщали, что в красной зоне 19 теплоэлектроцентралей. На их ремонт нужно 182 миллиарда тенге. В структуре тарифов за электроэнергию 30,9% составляют затраты энергопередающих и 4,1% затраты энергоснабжающих организаций. Общий объем средств составляет 143 миллиарда тенге в год, которые без повышения тарифа можно направить на проведение ремонтной кампании ТЭЦ. На сегодня все. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok